Доброе утро всем! Поприветствуем мордиков в Тюмени. Каждое утро, кроме понедельника, на этом месте возле Войновки собираются любители скандинавской ходьбы. После разминки, палки в руки и вперед, покорять бодрым шагом лесные тропки. Во главе идущих Борис Воронцов. Он же идейный вдохновитель и популяризатор здорового образа жизни в Тюмени. Понял, осознал для себя, что жизнь – это движение. А когда возможности для движения стало больше, при увольнении, на пенсию при уходе, стал больше двигаться. Просто так ходить было уже неинтересно, скучно. А палки дали возможность расширить эти горизонты до беспредельности. Каждый год он проходит больше трех тысяч километров. Бывал и в Крыму, и в Заполярье, да и много еще где. Но манит его лишь родная земля. Я во сне вижу вот эти березы, вот эту тропу, даже вот тех людей, которые сегодня вместе со мной. Без них и без всего этого я не представляю себе своей дальнейшей простой жизнью. Я выбираю Тюменскую область. Вместе с единомышленниками разработал несколько маршрутов для пилигримов. В марте 2015 года с натуралистом Павлом Ситниковым и корреспондентом вслух Ру Юрием Шестаком возродил память о Сибирском тракте. Еще век назад он служил основным сухопутным маршрутом для тех, кто шел в Тобольской дальше. Как ваше самочувствие, Борис Михайлович? Вы прошли 36 километров, а я смотрю, даже не вспотели. Да нет, немножко вспотел, потому что я легко достаточно одетый. Просто километра уже видна с тела границы Тюменской области, так что мы скоро уже будем дома. Маршрут по дороге предков теперь популярен и у других пилигримов, который вместе с Воронцовым покоряет километр за километром. Вот мы с Борисом Михайловичем буквально на днях вернулись из такого похода по старому сибирскому тракту, заросшему, заброшенному. Мы за три дня с ним прошли 75 километров по тайге, болотам. Клуб скандинавской ходьбы в областном центре появился 4 года назад. Тогда в нем числился всего один человек. За это время число единомышленников Бориса Воронцова выросло до четырех десятков. И это только постоянные нордики. Нередко к ним присоединяются любители разовых туров. Ценители скандинавской ходьбы не против. Философию Воронцова они готовы нести в массы. Всем, кто хочет быть бодрее, все невзгоды победить. Приходите поскорее в клуб нордической ходьбы.